Всем привет! С вами канал Артмания и сегодня у нас на обзоре такая шоколадка Альпенгольд Макс Фун. Хватит на всех! И действительно, хватит на всех! Здесь 160 грамм, представляете? Большая шоколадка и стоит меньше 100 рублей со скидкой. Такая она прям красивая, такая вдохновляющая, праздничная и вкусная, наверное. Давайте с вами попробуем. Так, давайте посмотрим на синем фоне, конечно же, что-то, не знаю, даже будет видно или нет вам. Естественно говоря, мне иногда кажется, что это делают специально, чтобы человек не разглядел состав и купил. Блин, тут вообще не видно ничего. Вот русский. Вижу русский. Вот тут где-то. Кому интересно, если вы увидите, нажмете стоп и прочитайте. Не знаю, мне кажется, вы не увидите его. Если я найду на каком-то сайте состав, то я его оставлю в описании или в закрепленном комментарии. Посмотрим, если найду. Сразу видно, где открывать. И давайте ее откроем. Мне самой интересно, какая же она на вкус. Красивая с этой стороны. Даже какие-то пузырики. Пошел сразу аромат. А с этой стороны какая красивая. Посмотрите. Красота какая. Тяжелая, кстати, она. Даже... Слышите? По столу, как она ездит. Нам понадобится, конечно, для большой шоколадки, большая тарелка, соответственно. Так, а что конкретно мы с вами будем смотреть именно в этой шоколадке? А, в принципе, тут нарисовано какая она. Так, здесь нарисованы вот начинки. Ну, в принципе, немножечко написано, что есть начинка. Здесь у нас мармелад со вкусом. То есть, мармелад со вкусом колы, попкорна. А попкорн и взрывная карамель. Ну, надо же вот такое придумать. Мармелад со вкусом колы. А, ну, в принципе, мармеладки детские вот есть. А это еще в добавку все добавить в шоколадку. Плюс попкорн и взрывная карамель. Все это в одном месте в большой шоколадке. 160 грамм. Представляете? У меня уже слюнка начинает течь даже. Она пахнет просто обалденно. И даже настолько большая, что даже не ломается. Так, кусочки здесь я вижу есть. Вот они есть. Так, кусочки тут и есть какие-то. Карамель, наверное. Всегда она опять тает. Так, ну, давайте попробуем. Мне кажется, это обалденно вкусно. Кока-колу, в принципе, любят все практически. Вот. Все ее, если ее будут раздавать бесплатно, мне кажется, каждый возьмет ее и обязательно попробует. Пробуем. Шоколадка обалденно вкусная. Мне прямо она очень понравилась. Здесь все присутствует. Вкус колы вспоминается Новый год. Ну, мы все включаем телевизор, да, видим в рекламе, как Санта везет эту Кока-колу. Радость, да? Ожидание, радость, праздник. Попкорн тоже присутствует. Он, знаете, как кино. В кино мы ходим, попкорн покупаем. Ну, как-то ассоциация вот с этим именно. Взрывная карамель, честно, она мне напоминает детство. Я помню, она когда-то очень давно появилась. Шоколадки, что ли, какие-то с ней были, я не помню. Помню, все время покупали. Она нам очень нравилась. Получается так, что это шоколадка, как счастье какое-то, которое в одном месте. Все постепенно вспоминаешь. Не знаю, короче, мне понравилось. Она обалденно вкусная и в ней все чувствуется сразу. То есть, бывает, в шоколадке там ешь одно, а другое не очень. Или там написано один вкус, получается там какое-то другое. Ну, просто я уже очень много разных обзоров делала. Поэтому я знаю. Но тут прям действительно вкус кока-колы. Я прям почувствовала его. Попкорн. А вот эта взрывная карамель вообще. Уже прожевала шоколадку. Уже все ее проглотила. Но при этом я на небе ощущаю, что у меня как будто что-то там взрывается. То есть, звуки так вот цык-цык-цык-цык-цык. То есть, я ничего не чувствую, но слышу. Блин, честно говоря, это ощущение необыкновенное. Оно мне понравилось. Блин, она классная шоколадка. Действительно классная. Она, кстати, довольно такая толстенькая. Ее было немножко сложновато разжевать. Потому что она такая толстенькая немножечко. Вот. Сам вкус шоколада. Знаете, ощущение как будто здесь используется шоколад-люкс. Ну, наверное, знаете, есть три вида шоколада. Шоколад там самый худший. Какой-нибудь там кондитерский. Какой-нибудь молочный там самый худший, да. Мы с вами вот делали обзоры. Шоколад там среднего качества как-то так вроде чувствуется. Ощущается шоколад. И шоколад-люкс высокого качества. Например, это подходит бабаевская люкс. Бабаевская просто. То есть, у них вот шоколад, действительно, его пробуешь. Понимаешь то, что он на вкус прям дорого. Обалденный шоколад. Просто я пробовала на самом деле шоколад натуральный, настоящий. Очень дорогой я пробовала. И я помню тот вкус, тот обалденный просто нереальный вкус. И, конечно, та шоколадка очень дорого стоила. Хотя, может быть, конечно, там было намешано куча всего. Не знаю. И также я пробовала шоколад именно вот деревенский. То есть, ну, не моя бабушка, а бабушка моей подружки сделала в деревне шоколад. И тоже вот вкус, кстати, очень классный. Я помню, тогда мне очень нравилось. Вот. Вот здесь вот тоже шоколад такой довольно хороший. То есть, не абы какой. Все-таки 160 грамм. Все шоколадки у нас почти уже 80 грамм. Даже не 100, а 80. А тут 160 грамм. А цена, в принципе, остается та же. Вот. Ну, конечно, если мне кажется, растопить здесь шоколад и убрать все вот эти вот вкусняшки, то самого шоколада, наверное, будет грамм 60. Ой, господи. Грамм 100. А 60 грамм может быть. Хотя, не знаю. Хотя нет, наверное. Здесь так мало. Не так много его. Не знаю, короче, вот так вот. Очень вкусный мармелад вроде бы там ощущается. В принципе, кстати, начинки видно, что не так много. Но, когда начинаешь вот даже вот такую маленькую плиточку разжевывать, понимаешь, что как будто начинки там очень много. Ощущение, знаете, как будто взяли начинку, кусок вот так начинки, вот так ложечку полили шоколада, так вот ее перемешали, такой кружочек маленький сделали. И получается, как будто начинки очень много, а шоколада мало. Но при этом, когда жуешь, и шоколада как бы достаточно, и начинки достаточно. Короче, шоколад просто-просто-просто прям классная. Вот, я сейчас с вас уболтаю. О, как она, смотрите, отломилась. Давайте еще один раз попробуем. Сейчас я попробую еще почувствовать вкус самого шоколада. Вкус приторный или не приторный. Там что, как, сейчас посмотрим. Шоколад здесь хороший, сладкий, не приторный. Ну, в Альпингольд, они, в принципе, у них шоколад очень хороший. Он не бывает у них приторного. Приторный в этом, в Милка. Здесь все супер, но вот все-таки вот взрывная карамель, вот эта, видимо, она немного жестковатая. Немножечко она все-таки жестковатая. Приходится прям разжевать хорошо, жевать, господи, шоколадку. Чтобы там ее именно разжевать немножечко, конечно, вот тут вот. Ну, ведь, в принципе, она, наверное, такая и должна быть. Ну, классно, хорошая шоколадка. Мне она прям понравилась. Так вот, если захотите себе устроить какой-нибудь праздник, то ее можно купить. Это будет классно. На сегодня это все. Я надеюсь, что вам очень понравился ролик, потому что мне он точно понравился. Впервые я настолько прям восторженно ощущаю себя, пробую шоколадку. Ну, она действительно выглядит очень красиво, такая яркая, такая необыкновенная. Смотрите наши другие ролики, наши влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Моему сыночку три годика. Также другие обзоры на технику, на продукты из фикс прайса, светофора, победы. Там очень-очень много обзоров. Я делаю обзоры разные. Если вы хотите на какой-то продукт, прежде чем его купить, чтобы я сделала обзор, напишите мне в комментариях. Я его куплю и для вас сделаю. Мне будет очень приятно. Обязательно ставьте лайки. Я делаю это все только для вас, чтобы вы, прежде чем потратить деньги, подумали, надо вам такая шоколадка или не надо, или любой другой продукт. Потому что бывают такие шоколадки, что их откроешь, а внутри там... Ну, или вообще любой другой продукт откроешь, а там внутри вообще непонятно, что находится. И, в принципе, не стоит такого покупать тогда. Лучше посмотреть ролик, а потом уже подумать, надо или не надо. С вами был канал Artmania. Обязательно пишите в комментарии, подписывайтесь с колокольчиком, ставьте лайки и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok